Всем привет! В позапрошлый яблочный сезон я поделился своим рецептом яблочного сидора. Сидор, напомню, это очень легкое яблочное вино. Рецепт получил, пересмотрев многие десятки видео и прочитав кучу тематического материала. Из перелопаченного отбросил все ненужное, так как автор каждого метода пытается перещеголять других и внести что-то свое, что обычно на деле только все ухудшает. Рецепт оказался невероятно прост, поэтому и видео с ним набрало без малого миллион просмотров. Миллион это, конечно, много, но я уверен, что людей, которым тема эта интересна, значительно больше. Поэтому и решил сделать, выражаясь языком Голливуда, ремейк ролика двухлетней давности. В многих сотнях комментариев под тем видео никто не жаловался, что сильно отравился или тем более ослеп, а значит рецепт проверило еще и само время. Шутка. А следовательно, ничего менять тем более не стану, а лишь поделюсь более удобным путем достижения целей. Сейчас первая половина августа. В нашей нежаркой Беларуси это только самое начало яблочного сезона, а кадры с изобилием отборных яблок это разгары сезонов прошлых лет. Такое количество зрелых яблок еще впереди. И чтобы и в этот раз себя не корить, что не дошли руки до всего урожая, и много подгнивших плодов пришлось отправить в компост, подготовился заранее. Как? Об этом в процессе. Ну а я начинаю. В этом году наблюдал за садом с момента его цветения. Погода была ровная, не холодно и не жарко. Пчелы трудолюбиво работали, и времени, чтобы все хорошенько опылить, а заодно забрать мед у них было предостаточно. Работают, работают, мастер, мастер. Какие сорта яблок лучше? Французы для сидора используют специальные, богатые тонином сорта. Я белорус, поэтому использую все сорта подряд. Желательно посочнее и послаще. Wash or not wash. Мыть или не мыть? Вот в чем вопрос. В этот раз я использую падалицу. А наши собаки частенько разгуливают по двору, как с целью его охраны, так и просто так. Из большего культуре приучены. Но иногда побескультурничать тоже могут, когда никто не видит. Поэтому по-прежнему яблоки мою. Как добыть сок из яблок? Для добычи в бытовых целях существует много моделей соковыжималок. Например, у наших родственников шнековые. И посмотрите, как лихо она разбирается с двумя морковками. Я в прошлых сезонах использовал старую центробежную, еще советскую. Конечно, процесс, ускоренный в несколько десятков раз, смотрится легко. Но на деле отжать сок, когда в саду больше одной-двух яблонь, такой модели уже тяжеловато. Наши яблоки вкусные. Наверное, именно поэтому их любят червячки. Мы не вегетарианцы, но все равно, как получается, стараюсь избавить плоды от их обитателей. А вот и побочный эффект изгнания кротов. Это представительница вида, который занял их норы после применения чудо-метода по бескровному их выпроваживанию. О нем я подробно рассказывал на канале. Ей, как мы видим, тоже очень нравятся наши яблоки. В этот раз метод добычи сока решил изменить на более продуктивный и легкий. Для этого вначале нашу соковыжималку пересобрал в режим терки. Но то ли не так собрал, или, может, какие-то части уже утерены за десятилетия. В общем, результатом я оказался недоволен. Полученная из соковыжималки электротерка не полностью дотирала яблоки. Может, кто знает больше про такие модели. Если не затруднить, черкните в комментариях. Это недоработка или мой косяк. Разбираться нет времени, и пришлось позаимствовать у родителей электротерку с латиктурой советских лет выпусков. Возможно, потому что специализированная техника работает обычно лучше, чем универсальная. Результат меня очень порадовал. Превратить яблоки в пюре оказалось на порядок быстрее, чем выжать из них сок соковыжималкой. А вот и главное внедрение, которое этот сокоалкогольный сезон, надеюсь, разительно будет отличать от предыдущих. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это бытовой пресс для яблок «Хобби-пресс». Пресс изготовлен в России. Приятно. Из китайского только домкрат. Россия – правоприемник СССР. Поэтому, как многие добротные вещи из Союза, наш пресс тоже чуть-чуть нуждается в доводке напильником. Прям ностальгия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А так мне все очень нравится. Эти части без заусенец, потому что, скорее всего, вырезаны высокоточным лазером. Вообще, с любым алкоголем, как с очень легким, так и с очень крепким, следует вести себя очень осторожно. Кому-то он полностью противопоказан, кому-то, если в меру, то можно. Тем более, последние годы произошел раскол нашего восточнославянского мира. Например, украинцы и русские часто спорят между собой, кто пьет меньше, а кто больше. Одни тяготеют, в Европе говорят, что больше почти не пьют, а если и пьют, то очень-очень культурно. На вторых, решат, что те раньше пили сильно, а сейчас еще сильнее, еще более бескультурно. Я в это все не верю. Думаю, это взаимная дезинформационная пропаганда. Ничью сторону принимать не собираюсь, так как аргументированно могу замолвить слово только за нас, белорусов. Мы как пили, так и пьем. Часто, но много. Шутка. Я уже чувствую, что многие меня хотят упрекнуть, почему я сам не сделал себе пресс для сока. Постоянные зрители знают, какие мегаважные, будораживающие многих вопросы, начал затрагивать на своем канале. Особенно последний год. Просто считаю, что не имею права сильно от них отвлекаться. А изготовление хорошего пресса – это немалый кусок времени. На нашем постсоветском пространстве, особенно в последнее время, с каждым годом жить становится лучше, жить становится веселее, как нам заявляют наши слуги, слуги народа. Поэтому я, как многие, начинаю забывать, как это когда нужную тебе вещь можно не делать своими руками, а получить иным путем. Хочу вам напомнить, это тоже достаточно приятно. И те, у кого такая возможность еще осталась, меня, конечно, поймут. Объемы добычи сока теперь должны выйти на качественно новый уровень. Как видите сами, штука эта добротная. А еще изготовитель пресса любезно предоставил скидку для подписчиков моего канала. И перейдя по ссылке под этим видео с промокодом ЯшаКосяк, вы сэкономите 2000 российских рублей. Субтитры сделал DimaTorzok Выход сока по отношению к количеству жмыха неплохой. Может мне показалось, но по вкусу сок из-под пресса другой, чем добытый соковыжималкой, какой-то более густой. У кого есть пресс, прокомментируйте, так ли это. Субтитры сделал DimaTorzok Со стеклотарой получилось ни два, ни полтора. Пришлось разлить в две трехлитровые банки. А девятилитровую использую для следующего подхода. Этот остаток выпьем. Раз яблоки мою, значит вероятно смываю часть естественных дрожжей, которыми бог виноделия Бахус щедро наградил эти райские плоды. И чтобы не рисковать и не думать забродит или не забродит, я добавляю винные дрожжи. Отливаю немножко сока, подогреваю до 30-35 градусов, добавляю дрожжи из расчета 1-2 чайной ложки на 10 литров сока, столько же сахара, жду полчаса и пропорционально выливаю в сок. Не поместившийся в банки сок очень скоро забродил сам по себе без всяких дрожжей, поэтому у меня это лишь личная перестраховка, чтобы вдруг не получился уксус. Прошлый ролик про сидер вышел в сентябре, и это было очень поздно. Из-за этого в основном видео уже смотрели в новом сезоне. А в следующем году в наших краях уже такого урожая яблок не было, поэтому в этот раз поспешу с публикацией. Но для законченности рецепта добавлю кадры из прошлого ролика. Ставим под гидрозатвором теплое и темное место. Дней через 5 сусло бродить перестанет и начнет само по себе просветляться. Его можно уже даже продегустировать, но сидр еще слишком молод. Сливаем с осадка. Можно использовать трубку, а я лично сливаю прямо так, так быстрее. Главное не трясти и вовремя остановиться до того, как начнет увлекаться осадок. По мере образования осадка сливаем еще и еще. Через пару недель напиток будет готов. Это вы почувствуете сами, когда пропадет при вкус дрожжей. Но сидр будет значительно менее сладкий, чем был сок изначально, так как сладость из сока перебродила в спирт. Поэтому тем, кто любит послаще и покрепче, сразу после завершения первого этапа брожения можно добавить сахар. Грамм по 60 на литр. И поставить на дображивание. Будет медленно бродить несколько недель. И то же сливать с осадка и дегустировать. Когда привкус дрожжей пропадет, можно пить. Но во втором случае получится уже не сидр, а яблочное вино, так как сахар придаст дополнительную крепость. Полученный напиток следует хранить в закрытой таре в прохладном месте. Сидр без проблем хранится несколько месяцев. Про большее ничего сказать не могу. Мои запасы истекают быстро. Дегустировать, карбонизировать и перегонять в крепкий французский напиток кальвадос будем уже в следующем ролике. Поэтому рекомендую всем запасаться винматериалом. А как с ним быть, разберемся. В прошлом ролике я так навыжимался сока, соковыжималкой, что признаюсь, мне было жалко свои труды перегонять в напиток более крепкий, но значительно меньшего объема. Я про кальвадос. Из пару ведер получится всего пару литров. А теперь, когда с одного подхода сразу получается почти ведро сырья, это меняет дело. Теперь нужна только стеклотара и дистиллятор. Сейчас попробуем. Обещанное в том ролике видео о дегустации свет не увидела. А все потому, что напиток получился очень уж хорош. Легко пился. Я специально оставил 5-литровую бутыль для съемки дегустаций. Привез друзьям на рыбалку. Ночью вдруг угощал крепким дистиллятом, а сидр решили оставить на следующий день и снять по-светлому. Но кто-то попросил чуть-чуть попробовать. Я налил и вот результат. Если у вас есть несовершеннолетние дети, будьте осторожны. Своими действиями вы можете спровоцировать у них повышенный преждевременный интерес к процессу производства алкоголя. Подписывайтесь на мой канал. Тем более здесь мы не только бахуснищим, но и живем в деревне. Кое-что выращиваем. Строим сверхдешевое жилище. Делаем самоделки. Поэтому ставьте большой капалит вверх. Жмите еще и на колокольчик. И тогда я вас точно буду информировать. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok